Карельский бобтейл. Порода кошек. Карельский бобтейл это довольно редкая и весьма немногочисленная порода очаровательных кошек с укороченным хвостом. Начало своей истории, эта порода ведет с 1992 года. Она призвана в клубах WCF с присвоением стандарта CFF. Предположительно, карельский бобтейл является потомком норвежской дикой кошек. Он имеет крепкое телосложение, средние размеры, шерсть полудлинная. Передние лапы заметно короче задних. Короткий хвост может быть прямым или изогнутым, имеет вид пушистого помпона. Признается любой окрас шерсти, кроме коварпоинта, шоколадного или олла. Класс может быть зеленый, желтый и даже голубой. Длина шерсти допускается различная, от очень короткой до длинной с выраженным подшерстком. Карельский бобтейл прекрасно себя чувствует и в городской квартире, и в вольных условиях загородного дома. Он не боится холодов, очень самостоятельный и не требует повышенного внимания к себе. Карельский бобтейл крайне неразговорчив и не кучает хозяевам мяукань. Его речь вообще мало похожа на кошачий мяу. Вместо него он издает короткое мелодичное чириканье, звуки или вообще молча подход и дотрагивается лапкой, если что-то ему нужно от хозяина. Кошки породы корейский бобтейл очень нежные и ласковые, но не назойливые. От диких предков они переняли привычку к семейному образу жизни, или иначе жизни в прайде, поэтому у них нет необходимости меткить территорию, что безусловно избавляет владельцев от личных неприятностей. Основной уход за карельским бобтейл сводится к вычесыванию шерсти мягкой щеткой или специальной металлической расческой. В остальном обычный уход, как за любой домашней кошкой. Идея неприходливая, отличные охотники на мышей, характер добродушный, не капризный, к хозяевам привыкли быстро, но конфликтный. Карельский бобтейл это кошка, которая помогает создать уют в доме, одним словом, одним своим присутствием. Не создавая им при этом никаких проблем.